Крым это моя малая родина. Я родилась в Москве, но тем не менее, с самого детства я провожу в Крыму гораздо больше счастливого времени, чем когда-либо и где-либо еще. У меня в Крыму есть дом, у меня в Крыму есть квартира, у меня в Крыму есть большой кусок на кладбище, который заселен моими родственниками, где я бываю пару раз в год, наверное. Это место, за которое у меня болит душа и также она радуется, когда там все хорошо. Я была бы счастлива, если бы действительно Крым развивался. Если бы та гармония, которую природа изначально наделила Крым, оставалась бы там навсегда и росла бы и множилась. Конечно, когда все это происходит на фоне такого безумного политического скандала, территориального скандала, непонятно чего ожидать. Может быть, несмотря на все старые законы, я бы даже предпочла бы, чтобы ничего этого не происходило и все остались. Безусловно, если бы это коснулось и Украины бы тоже, я бы всегда была бы за мир и не нужно было бы даже, как говорится, ничего трогать. Несмотря на то, что мне с точки зрения физического лица, безусловно, выгодно то, что произошло, потому что по документам я буду владеть той собственностью, которой я до этого официально не владела, а просто арендовала. Хотя это все принадлежало нескольким поколениям моей семьи. Но если отбросить вот эти моменты каких-то собственных размышлений человеческих, если я посмотрю на то, что там происходит, безусловно, за это все болит душа. Я не знаю, что будет дальше с Крымом. Крым сейчас такое место, где совершенно непонятно, что будет в будущем, как поведут себя другие страны, что будет с военным конфликтом на границе России и Украины, которые совершенно недалеко от Крыма. Непонятно, как выйдет вся эта ситуация с игровыми зонами. Неизвестно, как население, как те туристы, которые будут приезжать туда, будут себя вести, как это повлияет в первую очередь на природу и на культуру Крыма и крымчан. Вообще в Крыму уникальные люди. Вы когда-нибудь видели такое количество красивых и умных женщин? Ну серьезно, посмотрите. Величайшие примеры. Эвелина Блёданс, Катя Баженова, которая сейчас стала, если я не ошибусь, вице-мисс Москва, по-моему, она последний вот этот конкурс проходила. Совершенно уникальные девчонки. Они красивые и умные. И, конечно, многие шутят насчет того, что, ну конечно, там же стекались самые красивые женщины на курортный сезон и самые голубокровные дворяне, скажем так. И все это давало в смеси, безусловно, великолепное совершенно сочетание. Я, честно говоря, опасаюсь всех этих новых законов. Я не хочу, чтобы на Крым была направлена агрессия населения, которая вынуждена отдавать деньги из своего кармана. Я не хочу, чтобы Крым захлестнула волна низкочастотных удовольствий, скажем так, и развлечений. То есть, вы понимаете, о чем я говорю? Это игорный бизнес, да, все-таки. Это, соответственно, будет развитие и ночных клубов, и ресторанов, и ночного образа жизни, со всеми вытекающими сопутствующими последствиями. Я не знаю, пока я была в горах Алтая, у нас еще не запретили говорить слово проституция? Нет? Ну вы понимаете, да, что будет вместе с этим в Крыму? Я не представляю, куда приезжаешь, и это место, где просто хочется сесть в позу лотоса, посмотреть наверх и почувствовать себя счастливым. Я не против, не за, я в ожидании. Я держу кулачки, скрести в пальчики. Я молюсь за Крым каждый день, но я надеюсь, что все будет хорошо. Я не могу сказать, какое мне мнение по этому вопросу. Мне очень хочется, чтобы просто как-то все негативные аспекты этого как-то обошли стороной полуостров. Субтитры сделал DimaTorzok